Сегодня у нас встреча, очень красивая такая встреча, встреча по косметике, по косметике артистри. Она не просто так у нас обозначена сегодня, потому что в ближайшее время будет проходить, а именно 19 числа, 19 июня будет проходить замечательный марафон, марафон «Трансформация с артистри». И я думаю, что после, может быть, сегодняшней встречи кто-то дополнительно посмотрит материалы, и вы тогда определитесь, и я думаю, настроитесь на этот марафон, потому что в бензе называется «Трансформация», потому что «Трансформация» – слово вообще-то очень ёмкое, это и преображение, это изменение. Причём, если говорить на уровне генетики, то это, в общем-то, преображение и изменение даже на уровне ДНК. Поэтому сегодняшнюю нашу встречу мы сейчас начнём. Помогает мне сегодня в технической части Андрей, он за экраном, но без него я в технике, как без рук. И мне сегодня хотелось немножко, вы знаете, вот что подробнее поговорить. На своих презентациях, на своих встречах мы проводим и уходовые процедуры, и демонстрируем на моделях наши средства «Артистри». Но после такого и длительного перерыва в нашем общении, и плюс с изменениями, с теми новинками, которые у нас вышли, появились за последнее время в компании, бренда от «Артистри» компании «Вэйк», мне хотелось сегодня немножко и напомнить некоторые вот подлинеечки, направления, и поговорить немножко, может быть, чуть побольше о новинках, потому что компания не стоит на месте. «МВэй» вообще задаёт тренды в косметике, и кто пользуется этой продукцией, либо кто начинает с ней разбираться. Я думаю, что вы это оценили. Итак, ещё раз, всем добрый вечер. Я уже вижу, что у нас всё налажено, всё работает. И приветствую всех, кто нашёл время и находится у нас сегодня в студии. Всем добрый вечер, студия «Атмосфера» в нашем офисе. И тем, кто находится по ту сторону экрана, а люди, я вижу, что тоже здесь есть. Присоединять надо, люди, или автоматом? Поэтому сегодня у нас вот такая вот задача – познакомиться, вспомнить и познакомиться с новинками. Может быть, какие-то будут интересные лайфхаки, которые вы либо не знаете, либо как-то немножко, может быть, подзабыли. И вы знаете, я сейчас просто хочу… Может быть, сейчас тогда, Андрей, сделаем, да? Да, давай. Встаёт иногда вопрос о том, насколько натурально косметика «Артистри», насколько продукты, так скажем, переработки отвечают современным требованиям экологии, насколько биоразлагаемы те остаточные какие-то продукты, которые не используются на коже нашего лица. Поэтому я немножко забегая вперёд, мы проведём небольшой… Ну, эксперимент, не эксперимент, но мне он показался очень таким, ну, показательным. И к этому продукту я вернусь позже, когда буду говорить о новой линеечке «Артистри» по уходу за кожей, именно о патчах, потому что иногда молодёжь, ну, и вообще люди, которые пользуются патчи, пользуют патчи, считают, что это продукт, который не биоразлагаем, и задают такие вопросы. Поэтому сегодня мы посмотрим, почему вначале, ладно, я это буду делать, потому что это требует определённого времени. И если вы пользуетесь этим продуктом, либо заинтересуетесь, если вы возьмёте, вы можете повторить его в домашних условиях, вот, посмотрим, насколько это у нас работает, и насколько этот продукт экологичен. Я подцеплю небольшую, это одно, одно, один такой продукт. Вот его, вот его видно, что он тут плавает, видно? Я его даже приподниму. Вот, видно, что он там есть. Вот. И поставлю, поставлю его, это патч. Это патч. И поставим его, что пусть он поработает, водичка поработает, и мы увидим, что в результате у нас останется. Или не останется. Итак, с чего мне хотелось начать. Знаете, это немножко освежить память и наши, может быть, знания, узнать, может быть, ещё что-то новое. Поэтому сегодня я буду пользоваться презентацией и попрошу Андрея включить её. Надеюсь, что всё у нас работает хорошо. Хорошо. А пока ещё раз, вот, адресую вас к тому марафону Beauty Transformation, который будет проходить с 18 июня по 2 июля. Это практически две недели. И в этот период вы точно научитесь, как пользоваться этими средствами, как эффективно, грамотно укаживать за вашей конкретно, персонально, за вашей кожей. Сохранять её молодость и красоту вот на долгие-долгие годы. Я буду возвращаться ещё к информации об этом марафоне, я знаю, как позже. Вот, а сейчас вот такая вот небольшая презентация. Почему? Потому что что-то мы воспринимаем на слух, а что-то нам иногда нужно как вот визуалом посмотреть. Такие вот красочные, красивые, яркие картинки, которые помогут, может быть, ещё вот и познакомиться, да, кому-то познакомиться, а кому-то, может быть, просто освежить память эти моменты. Вот, когда вообще речь заходит о косметике, артистри, ну, у людей, вот мне бы даже хотелось адресовать вопросы, вот, может быть, нашу аудиторию, нашу студию. Вот какие у кого ассоциации или что первое приходит на ум? Артистри – это что? Это какая косметика? Хорошая косметика, замечательно. Для меня, в первую очередь, это премиальная косметика, да, хорошая, премиальная, причём премиальная и по составу, премиальная по эффекту, премиальная по упаковке. И это не просто так слова, за этим стоит, в общем-то, большая история более 60 лет вот бренду артистри. В 58-м году началась вообще-то история этого бренда, вот, и кто уже давно пользуется косметикой, тот в теме и знает, что эта косметика появилась вообще-то, ну, как знак любви основателя компании Nutrilite. Это компания, которая занимается производством биологически активных добавок компании Эмбэй и выращиванием сырья для витаминно-минеральных комплексов этого бренда. И основатель этой компании Карл Ренберн для своей жены Эдит, которую он очень любил, вот, начал создавать такие вот первые продукты, причём создавать их стал на растительной и естественной основе, и потом, вдохновившись этой идеей и увидев результат на, так сказать, коже Эдит и близких знакомых, её подруг, это всё стало перерастать уже в более-таки серьёзное направление. Но и сегодня Союз Ортистри и Союз Nutrilite – это тот тендем, который позволяет производить качественный продукт, высокоэффективный, безопасный, с использованием как раз вот тех растительных ингредиентов, которые получаются из растений, которые произрастают на фермах компании Nutrilite. Вот прослеживаемость – это один из компонентов подтверждения достоверности, оригинальности сырья, которые используются при производстве продуктов по уходу за кожей нашего лица. Это и семена белой че, вообще топовый продукт, топовый продукт, и это продукт, который изучался, и, вернее, как ингредиент, который выращивался, создавался компанией на своих фермах длительное-длительное время, производилось более 94 тысяч испытаний для того, чтобы появилась вот именно та, так сказать, тот продукт, который полностью удовлетворяет ожиданиям и имеет результат наиболее эффективный. Семена белой че, вишня церолла, гранат, шпинат – вот эти все продукты, они все выращиваются на полях фермы от компании Nutrilite. Что еще очень интересно? Это то, что за каждым продуктом стоит большая история открытий. Институт красоты, который есть у компании, очень тесно сотрудничает, работает с мичиганскими учеными Мичиганского университета. Это исследования, которые проводятся на клетках кожи. Это большая-большая-большая, вообще-то, научная база. И когда начинаешь вот в этом немножко разбираться, то, знаете, просто вот огромное уважение. И гордость за компанию, и радость, что мы имеем доступ вообще-то вот к такому продукту. Что еще очень важно? Сегодня, вы знаете, много говорят, и тогда, так вот иногда в интернете смотришь, натуральная косметика, натуральная косметика, натуральная косметика. А что стоит за этим понятием натуральная косметика? Насколько она натуральная? Какой состав, какое количество этих натуральных веществ входит вот в косметическое средство? Так вот, компания Amway как раз в этом отношении очень открыта, очень честна. И вот этот слоган «Чистая красота артистри» – это не пустые слова, потому что в ее состав входит действительно только необходимые ингредиенты. Компания не использует здесь парабены, вот фталаты, какие-то вот вещества, сульфаты. Кстати, минеральные масла, которые как раз вот с ее точки зрения считаются недопустимыми и не несут нужного, ну, просто элементарного эффекта, а иногда, в общем-то, ну, даже и вредят коже. Поэтому, и да, и еще вот одна информация, которая мне тоже понравилась. Когда говорят о том, что вот у нас натуральная косметика, опять же, вот я и говорю, повторюсь, встает вопрос, а какой процент натуральных ингредиентов, растительных ингредиентов входит в состав вашей косметики, потому что косметика масс-маркет считает, что 10% растительных компонентов – это уже растительные, да, это уже натуральная косметика. Так вот, в «Артистри» это 70% меньше, 70%. И об этом, и этим, в общем-то, уже, наверное, все сказано, да. Что еще меня вот купило в косметике «Артистри» и особенно вот в последних брендах, которые выходят уже вот обновленные в линейке сегодняшнего дня, это стопроцентный веганский бренд. Сто процентов. Вы знаете, чтобы получить этот знак веганского общества, международного веганского общества, этот продукт должен пройти очень-очень серьезную проверку, очень серьезную проверку о том, что здесь натуральные растительные компоненты, о том, что, как я вот говорила, нет таких вот ингредиентов, которые, в принципе, и не нужны, не должны присутствовать в косметике натурального растительного происхождения. Здесь не содержатся ингредиенты животного происхождения. Косметика не тестируется на животных, не тестируется на детях. То есть вот это все как раз и дает возможность компании «Артистри» дала возможность, вот начиная даже вот с линейки «Артистри» и новая линейка, еще которая вышла в последнее время совсем недавно, «Артистри» студия, вынести на упаковку вот именно этот вот веганский знак. Я показываю здесь, потому что там презентация. Здесь присутствует, значит, вот поднимаю флакончики. Ну, о том, что за кожей надо ухаживать, что это не данность, которая нам, как говорится, вот дана, и она в течение всей жизни остается неизменной, это, наверное, действительно, не наверное, а это факт, это действительно так. Вы знаете, вообще вот существует несколько мифов, один из которых, например, о том, что генетически передается, вот стопроцентно передается хорошая кожа, и говорят, да, у тебя там вот у мамы вот хорошая кожа, поэтому что тут тебе и волноваться, и что-то туда-сюда, вот у тебя все это передалось, а у меня вот и продолжается этот шлейф. Так вот, 20% у нас генетики, в общем-то, здоровья нашего организма, да, и в данной ситуации, мне в данном случае, мне очень нравятся слова, которые в свое время сказал Александр Гонд, это признанный врач-дерматолог, косметолог, с клиникой, с косметологической, эксперт бренда-артистри, и она в свое время сослалась на слова Коко Шанель, которая сказала, что по 20 лет мы имеем лицо, которое нам даровали Бог и родители, 50 лет мы имеем лицо, которое заслужили. То есть, да, как ни грустно, вот, поэтому за кожей даже раньше ухаживать, и я вернусь к этому вопросу, когда буду говорить как раз о новой винеечке Аркерсты Студио для кожи лица, которая в частности уже предполагает ее использование с 14 лет. А если гормональные изменения в 13, и, как говорится, там прыщи появились уже, да, то можно использовать с 13 лет, чем не использовать ничего, либо использовать некачественный, скажем так, продукт. Вот, ну это я пропущу попозже. Вот, и на сегодняшний день еще очень интересный факт, открытие, может быть, такие, да, что исследования последних лет говорили о том, говорят о том, что возраст, да, он играет, понятно, свою роль, да, но это не первоочередной фактор, а вот состояние кожи, и сегодня ученые отталкиваются именно от состояния кожи, и косметологи тоже, потому что и в 20, и в 50 лет, я имею в виду нескольких, да, у разных людей в 20 лет, и у разных дам в 50 лет, состояние кожи в одном и том же возрасте, казалось бы, да, состояние кожи может быть совершенно разное. Кстати, у нас есть приложение виртуальное. Артис Кригер, то вы можете спросить людей, которые вас пригласили на нашу встречу, и скачать его себе в телефон, и определить, какое состояние вот кожи, насколько она у вас увлажнена, самый быстрый такой вот метод, способ посмотреть, насколько кожа у вас увлажнена, насколько у вас морщины, так сказать, и тон кожи. И это все вот можно сегодня очень быстро и все посмотреть. И вот барьеры. Наша кожа – это тот орган, который об этом все всегда говорят, что он там самый большой оттал, и о том, что он у нас, знаете, как вот на защите нашего организма, ему, особенно лицу, потому что оно у нас открыто, да, достается, бедной коже этого органа достается больше всего. И именно поэтому с кожей лица нужно работать правильно, грамотно, тщательно, ну и, в общем-то, в принципе, ежедневно. И поддерживать это вот каждодневным уходом. Так вот, пять барьеров, которые компания выделяет, ученые компании Artistry выделяют – это защитный барьер, да, это то, что все у нас принимает тоже первый удар на себя и способствует от защите от стрессов, от всех негативных факторов окружающей среды, включая все солнце, СПФ и так далее, солнце и ультрафиолет, и так далее, все эти лучи. Это барьер микрофлоры. Знаете, вот впервые стали говорить о барьере микрофлоры в отношении кожи лица. Мы привыкли к тому, что, да, о микрофлоре, микробиота, да, микробиом и так далее, говорят, когда говорят, ну, о желудочно-кишечном такте, правда, о здоровье. Оказывается, микрофлора у нас присутствует и очень важная. И на коже у нас лица микробиом, большое количество бактерий, как хороших, так, может быть, и не очень. Но хороших нужно поддержать, а те, которые нам не нужны, да, мы, в общем-то, также успешно можем с помощью средств Artistry избавиться. Поддерживающий барьер – это как раз вот тот барьер, который сохраняет упругость нашей кожи, эластичность нашей кожи, да, влагоудерживающий, это уже понятно, что он способствует как раз поддержанию баланса влаги в коже и предохраняющий барьер. Это тот барьер, который способствует, как я уже тоже говорила, от защиты от окружающей среды. Ну и средства, средства очень легко в зависимости вот от потребностей нашей кожи для того, чтобы вот эти все барьеры, да, защитные у нас хорошо работали. Что нам для этого требуется? На презентации, вот мне очень нравится эта презентация, потому что она просто доступна, наглядно объясняет вот эти вот серьезные вещи. Средства для снятия макияжа и очищающие средства, они как раз позволяют поддерживать наш защитный барьер в нормальном состоянии. Тоник, тоник, это наша микрофлора, восстанавливает микрофлору кожи лица. Почему после умывания, особенно водой, всегда нужно нанести на лицо тоник. То есть это не только очищение, но это еще и выравнивание, баланса нашей кожи лица. И это, так сказать, поддержание здоровой микрофлоры. Поддерживающий барьер – это все, что помогает нашей коже быть в тонусе, упругой, красивой, эластичной. Это все кремы наши, да, это для лица, для кожи лица, для глаз. То есть это вот все, это история. И предохраняющий барьер кожи – это все, что нас защищает от ультрафиолета, от агрессивной среды, это средства с солнцезащитным фильтром. И на сегодняшний день ученые в компании АМВИ в линейке Artistry Skin Nutrition есть средства с АСПФ-50. И ученые на сегодняшний день научились создавать защиту от АСПФ и вот от излучения, не только солнечного излучения, не только, так скажем, внешнего, да, внешней среды, но и от синего излучения, вот от тех гаджетов, с которыми мы контактим, так сказать, ну, в течение дня, наверное, постоянно. Поэтому, когда заходит речь о том, что с АСПФ-фильтром средства нужно наносить только летом, либо более продвинутые, да, мы говорят еще, что и зимой, поскольку отражение там от снега там и так далее, да, то вот на сегодняшний день самые продвинутые исследователи компании АМВИ говорят о том, что это средство нужно применять нам постоянно, каждодневно. Либо АСПФ входит прямо, да, либо это отдельное средство. Если в Криве или в Рассионе защита от СПФ, защита от солнечных и других лучей не предусмотрено. Так, ну ладно, это у нас все. Поговорим. Каждое средство – это хорошо. Растительные компоненты. Ну вот, да, я уже говорила, что 94 тысячи исследований было проведено для того, чтобы получить вот именно тот сорт семян белой чая, который эта компания сама проводила эти исследования, выращивала. И этот сорт белой чая, он запатентован. Ни у одной другой компании такого средства нет. Вот. Ну и вот тут видно, что не просто так одно семечко, да, какое-то, вот, а тут четыре формы вот этого семян белой чая используются именно компанией при производстве этой косметики. То есть это тот суперфуд для кожи нашего лица, да, который нам обеспечивает и сияющий вид нашей кожи, и питает, и увлажняет нашу кожу, и защищает ее, поскольку обладает такими высокоэффективными антиоксидантными свойствами. Продукция, которая используется, растительные компоненты, я говорила об этом, поэтому этому бренду можно доверять. Ну и вот задача, задача, с которой обычно, когда мы спрашиваем клиента, партнера, что он хочет, что он хочет. Он хочет поддержать на том же, например, вот уровне, вот, либо он хочет предотвратить какие-то преждевременные старения, либо он хочет восстановить какие-то, да, вот, и уменьшить видимые признаки вот этого старения. Поэтому комплексы здесь тоже разные, и я потом их вам покажу, наши продукты эти покажу потом наглядно. Поэтому в зависимости от того, какая задача стоит, что человек хочет, от этого и используются линейки, либо восстанавливающие, вот, либо это увлажнение и нотирование. И для какого типа кожи это все применяется. Вот тот большой, хотя даже, наверное, и не очень большой, я бы сказала полный, так, небольшой, а полный вообще набор линейки артисты Skin Nutrition. Так, хочется поднять, я имею в виду презентацию. Ну ладно, еще потом покажу. То есть это средства, которые позволяют нам эффективно и качественно ухаживать, как за сухой кожей. И здесь есть линейки Hydro-V. А, вот же, видно? Я начинаю ходить сейчас, если не бед. А, понятно. Хорошо, тогда я потом загнусь, потому что передо мной еще телефон. Тут презентацию, а тут я себя вижу уже в телефоне. Поэтому тогда мы по этому немножко поговорим чуть-чуть вот позже. Говоря еще о косметических средствах, мне бы хотелось еще вот к чему, может быть, немножко обратить внимание смотрящих сегодня и участвующих в нашей сегодняшней встрече. Косметика, какая бы качественная косметика ни была, она должна работать в комплексе. Она улучшает внешнее состояние нашей кожи, да, лица. Почему я сказала в комплексе? Потому что очень многое зависит от того, что у нас находится внутри нашем организме. Правда? И если мы можем доносить супердорогую косметику на лицо, то если у нас непорядок с нашим желудочно-кишечным трактом, то различные высыпания могут, скажем так, свести на нет эти наши усилия. То есть, когда мы добавляем в наш рацион еще витаминно-минеральные комплексы, биологически активные добавки, это всегда способствует такому вот симбиозу, усиливает эффект и продлевает нашу молодость, как изнутри, так и снаружи. Физическая активность важна, безусловно, тоже, поэтому вода, вот эти все вещи, когда они сон, то есть вот этот, как мы говорим, образ жизни, да, фон в комплексе с качественной премиальной косметикой дает прекрасный результат. И мы все выглядим, а все здесь присутствующие, кто, все пользуются, они все пользуются артиской. Вот тогда по ту сторону экрана, я не знаю, кто есть у нас, выглядит моложе. И это подтверждается, вы знаете, не только визуально, это подтверждается и теми диагностическими приборами, когда мы смотрим партнера на приборы диагностики, и там это все-все-все-все-все видно. Поэтому что нам может здесь помочь изнутри вайт? Это, безусловно, наш протеин, белок, да, вот это, безусловно, наши мультивитаминные комплексы, куда входят фитонутриенты растительного, опять же, я подчеркну, да, происхождения. Это витамин Е, это наша вода, которую мы пьем сырую, некисеченую, пользуясь нашим фильтром респринт. Это еда, в конце концов, которую мы себе готовим, потребляем и готовим в нашей посуде. То есть, вы знаете, вот когда такой вот замкнутый цикл, да, то ты чувствуешь себя очень хорошо, полноценно здоровым, красивым и энергичным человеком. Как же можно решить вопросы, которые стоят перед вами, с помощью линейки артистерских внутрешений? Что подобрать для вашей кожи, какие решения здесь есть? Как я уже говорила, что есть предохраняющие, да, которые поддерживают в хорошем состоянии и предохраняют от увеличения, например, там, сухости кожи, либо увеличения жирности кожи. Предохраняющий фитокомплекс, который состоит у нас из... Как вы чувствуете? Ладно, потом покажу тогда. Который состоит у нас из мотирования и баланса. И у нас здесь вот на столике представлены. Я потом подниму тогда, если что, еще средства эти, которые у меня представлены. Тоник, например, для поддержания баланса жирности кожи. И есть линейка, которая артистерских внутрешений. Это увлажняющая линейка, которая как раз предназначена для нормальной, сухой кожи, когда нужно... Ну, либо комбинированной кожи, либо склонность к сухости кожи, когда нам нужно ее напитать с тем, чтобы она была у нас прямо вот такая увлажненная, сияющая и напитанная влагой. И эта линейка, она... Ну, вот я говорила о том, что по возрасту, да. Смотрите, какой разброс здесь возраста. От 18 до 35. То есть кожа, может быть, 35 лет ухоженная достаточно, да. И ей будет достаточно этой линейки, не применяя более, может быть, таким интенсивным, да, ингредиентам. Вот, ну, может быть, и по 17, которые тоже, естественно, этого достаточно. И восстанавливающий фитокомплекс, это когда уже требуются более серьезные такие вот, может быть, да, интенсивные средства и ингредиенты. И, как правило, это уже больше, свыше 35+, свыше 45+. Ну, вот, когда уже требуется и кожа уже более сухая, и нужно уже более сильное интенсивное увлажнение, когда требуется уже восстановление кожи, да, когда требуется уже обновление клеточек, когда нужно уже разглаживать, поскольку уже существуют видимые морщинки. Вот, поскольку появляется уже пигментация, и с этим тоже можно разобраться и уменьшить все эти вещи, и ровный тон восстановить, не просто на том же уровне, да, поставить, к примеру, или, как иногда еще некоторые делают, замаскировать каким-либо декоративным средством, от чего иногда только хуже получается, а именно восстановить этот, например, ровный тон лица. Ну, я провисла, да, мотирование продукты, которые входят. Это, как правило, обычно идет очищающий продукт, да, потом идет калинизирующий тоник продукт, и потом идет уже либо лосьон, либо крем, в зависимости от типа вашей кожи. Поэтому лучше, если вы попробуете эти продукты сами, потому что я так уверена, что, начав пользоваться артисты, знаете, вот отказаться, ну, невозможно. Вот, это увлажняющая линейка. Кроме, знаете, кроме состава, я всегда обращаю внимание еще на ароматы. Может быть, потому что я чувствительна к этим вещам, да, потому что, когда берешь баночку, ну, даже вот, например, мусс увлажняющий, артистский Nutrition из увлажняющей линейки, и наносишь, даже подносишь просто ближе к лицу, вот такой легкий-легкий, тонкий такой прям вот аромат, который, вы знаете, ну, прям вот хочется нажать и нанести на лицо. То, кто не какие-то изменения, может быть, не пробовал, после презентации можно было подойти, посмотреть, понюхать, наносить. То, что здесь используется, это то, чем пользуюсь я. Отдельно хочу сказать, что обязательно, что обязательно, какая бы косметика ни была для лица, для кожи лица, обязательно должен быть отдельный крем для кожи вокруг глаз. Это обязательно должно быть. Так, и вот результаты, то, что, ну, вот на компьютере у меня видно, я не знаю, насколько видно на стене в презентации, но даже те исследования, которые вот женщины пробовали, да, тестировали, вернее, не исследования, а тестировали на своей коже, говорят, говорили о том, что результаты и 98% увлажнения, да, у кого-то видимость морщин уменьшалась, снижалась. Поэтому вот они результаты, которые, почему я сегодня взяла за тему название марафона. Beauty-трансформация. Потому что вот она та трансформация, которая происходит с вашей кожей благодаря косметике, вот артистри. Обновление и восстановление. То же самое. Это у нас очищение, это у нас тонизирование, это у нас кремы, как увлажняющие без СПФ, так и со СПФ. И плюс для зрелой кожи. Есть еще мини-наборы, я их тоже покажу. Вот такие вот результаты пролистываю быстро, потому что я увлеклась и хотела еще показать линеечку новую. Вот использование, результаты использования. Восемь недель, вы будете две недели на марафоне, но никто и не запрещает вам продолжить этот марафон после его официального окончания. Тем более, что в марафоне будут выступать эксперты. Прямо с лекцией будут эксперты. Косметолог Наталья Исаева, нутрициолог, диетолог Владимир Чекунов. Кто смотрел его лекции выступления, потрясающее, да, потрясающее выступление. Очень доступно, очень аргументированно. Он врач, официальный врач, поэтому он знает, о чем говорит. Будет эксперт, отдельный эксперт по фейс-фитнесу. Знаете, это вообще дорогого стоит. Так скажем, чуть не сказал товарищи. Они, в общем-то, стоят определенных денег. Легче всегда проходить такие вещи. Это в каком-то таком сообществе, да, комьюнити, когда вы друг друга где-то поддерживаете, делитесь своими эмоциями, впечатлениями, результатами. Поэтому в Телеграм-канале будет еще отдельный чат, где вы сможете это, так сказать, все получить по полной программе. Тематические будут, полезные всевозможные видео по уходу. Будет отработана практика, вот на модели будут показаны конкретно, как, что носить, как объяснять. Это тоже очень важно, правильное применение продукта. И будут как задания, которые надо более определенным образом сделать, если вы хотите, а вы захотите, естественно, получить результат. Чек-листы будут даваться, и вот 8, это тоже много. Ответы на вопросы будут разбираться, все это будет на Маракоя. Поэтому вот, друзья, я сегодня оставила специально за кадром линейки, которые можно, наверное, выключить. Специально за кадром оставила сегодня линейки, которые у нас предназначены для, как мы их называем, салонных уходов в домашних условиях, да, потому что вещи и маски, которые вы будете применять на этом марафоне, поэтому об этих вещах я сегодня сознательно не говорила. Хотелось мне еще некоторое время. У нас осталось 10 минут. Ну, если я 5 минут переберу, то немножко... Вы меня простите? Потому что без технических... Ну, мы уже задержались. Никак, Виктор. Виктор наш человек времени. Итак, на столике здесь представлены средства, о которых я говорила. Вот, известно, из этой линейки все это вы посмотрите, почитаете, поговорите с вашими наставниками. Я хочу сказать, что вот открытием для меня, в частности, и это впервые в линейке артистский Nutrition компании было выпущено, это сухое масло. Сухое масло очищающее. Вот, дамы, у кого сухая кожа, это продукт ваш. То есть помимо средств и снятия материажа, и вначале было мне, обычно я человек возрастной, поэтому мне приходится это тоже изучать, все это пробовать и читать, и наносить. Было немножко вначале непонятно, зачем средства для снятия макияжа. Оно эффективно, оно прекрасно справляется с загрязнениями, оно прекрасно справляется с макияжем и со стойким, зачем масло. Вот это дает очень хорошее увлажнение. И после того, как я сняла макияж, вдалили, да, вот сухими ручками вот это сухое масло на лицо нанесите, помассируйте, и я даже смываю его в несколько этапов, помочила руки, массирую, пока оно есть, и мочила, массирую, пока оно есть. Вы знаете, когда я это 7 раз сделала, в этом фильм, да, где-то, вот послушала вначале Александра Гонтьевна, именно она открыла для меня это масло, результат был просто... Я его не ожидала, я его увидела с первого раза, поэтому попробуйте. Я уверена, что вы его, кстати, на свой столик обязательно возьмете. Ну и линейка... А, сюда повернуться. И линейка, о которой сегодня еще хотела я рассказать, это новая линейка, и, вы знаете, она вышла совсем недавно, и когда она заявлялась, то она заявлялась как, ну, для молодежи, спортивной молодежи, да, для тех молодых девушек, которым нужно быстро, сразу получить этот результат, когда некогда наносить там несколько средств и так далее, а хочется получить сразу, быстро вот это сияние, то, честно сказать, я для себя тогда подумала, я уже давно не девушка. Тем более молодая, да, то есть я возрастная, и тогда мне очень... И тогда мне очень зашло слово для активных девушек, да, те, которые динамичны, те, которые двигаются, поэтому, милые дамы, пожалуйста, понятно, что она действительно не для такой зрелой кожи, когда там сильная морщина и так далее, да, когда... и кто пользуется линейками, есть у нас дамы, которые пользуются и Supreme линейкой, как я называю премиум, премиум, я же, да, и сыворотками, и масками. Не надо, я не призываю вас переходить на эту линейку, но то, что добавить ее, как добавить в свой ассортимент, это вполне возможно. И что здесь я просто очень быстро и коротко тогда скажу. Во-первых, во-первых, здесь очень интересная философия заложена. Zen и energy. Вот два этих понятия, они вынесены на каждую упаковочку. И что это означало? Zen, это, да, причем, значит, здесь как бы двух составляющие компоненты, ингредиенты, которые, казалось бы, взаимоисключающие, да, с другой стороны, они отлично, эффективно, получается, действуют. Хотя, с одной стороны, кажется, что они вот просто разноплановые. То есть, с одной стороны, Zen, это успокоение нашей кожи, да, это снятие раздражения. Это ингредиенты, которые входят в Zen, да, они у нас выбирают шелушение, они смягчают нашу кожу, да, ну вот, что еще, улажняют нашу кожу, успокаивают. С другой стороны, ингредиенты, которые относятся к энергию, они, наоборот, как бы, как сказать, дают энергию нашей коже. Дают, ну, вот энергия, это вот другого слова сюда, вот, в общем-то, и не подберешь. Поэтому про ингредиенты я, наверное, не успею сегодня рассказать. Хочу сказать, что точно так бы ароматы, любой продукт, который не берем, ну, вот если я вот сейчас держу в руках это время для очищения с частичками, с отшелушивающими частичками, я очень рада этому продукту, потому что когда-то у нас был, кто давно косметикой пользуется, когда-то у нас был с отшелушивающими частичками средства, вот, которые, да, 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 вот как жажба, вот такие вот эти, как полипропиленовые, полипропиленовые, как вот такие ковшальчики, очень великатные, деликатные, очень тяли. Вот, так вот, здесь тоже есть вот эти отшелушивающие частички, и это средство, которое можно применять ежедневно. Больше, может быть, оно подходит для кожи, которая жирная, склонная к жирности, нормальная, но у меня, например, ну, комбинированная кожа, да, но я пользуюсь им, ну, не два раза в день, вот, но хотя бы два-три раза в неделю, да, я с удовольствием просто вот наношу его на лицо, и очищение идет очень мягкое, очень деликатное, и эффект тоже, ну, прямо вот на лице называется. Что еще из таких вот интересных вот новинок? Для меня было, я еще раз повторюсь, что молодежь, это слово и этот продукт, ну, не именно аркерсти, знают и используют, я патчи для себя открыла, когда они появились в артистри компании Amway. Продукт, который очень хорошо работает с отечностью глаз, хорошо работает с синячками, но если это не физиологическая вода, что-то вот отклонение идет, да, вот, очень хорошо увлажняет, и можно наносить его, не обязательно под глаз, его можно наносить и на зону, где у нас морщинки еще есть, да, и вот носогубные вот эти вот вещи, то есть не надо очень долго, много держать, 5-10 минут, этого достаточно, просто я по собственному опыту хочу сказать, да, что и остается еще средство, это гидрогелевая такая вот, осьмого остается средство, и вы потом просто ручками, да, еще можете тамассировать, да, в этом средстве поработать еще более активный и продолжительный период с вашими проблемами. зонами. Здесь для любого типа кожи, и, так скажем, по потребности, уже потом кожа тоже где-то подскажет, что вот сегодня мне вот хочется делать вот именно эту процедуру. Так, тут у нас немножко уменьшается, у меня растворилась дома где-то полтора-два часа, прошло, наверное, да, вот. А что еще? Меня здесь, меня здесь очень, правильно, заинтересовало, это был, по сути, второй продукт, который я заказала в компании, первый были патчи, второй продукт был, это сыворотка роля для кожи вокруг глаз. Удивительная вещь, наконечник, ну, он из сплава здесь каких-то металлических таких вот, значит, компонентов, очень хорошо освежает, очень хорошо работает тоже вот с темными вещами и очень, и дает быстрый эффект с вяней вокруг глаз. То есть вот кому надо получить эффект сразу и сейчас, то это вот возможно сделать именно с этим продуктом. Если не использовать средства, то как раз вот этим наконечником можно помассировать. Вот. А средства я вам по-румонистил. Наносится просто под глаз. Сколько последних и распределяется. Если его нанести побольше, к примеру, да, постараюсь немножко нанести побольше, его нужно использовать как хайлайтер. И это очень быстрый эффект, который достигается. Я думаю, что видно, да? Видно? То есть вот это я еще раз подчеркну, что это то, что привлекает молодежи все сразу, но а мы энергичные, нам бывает тоже некогда, но тоже хочется сиять, правда? Поэтому мы тоже используем его. Очень интересный продукт, который я тоже себе однозначно приобрела. Это спрей, освежающий спрей, увлажняющий. Кстати, да, вот этот продукт очень хранится в холодильнике. Он отверх прямо. И освежающий увлажняющий спрей для кожи лица, чем он мне нравится. Он эффективно, быстро и сразу действительно увлажняет лицо. Первый момент. Второй момент, он очень удобен в применении. Вы знаете, как дымка такая вот распряляется и наносится прямо на лицо. Растительный, прямо вот растительный аромат. И его удобно взять с его сумочку. Ну, в самолете однозначно. Солнце однозначный, да. После воды, которая вот сушит, бывает, бассейн, бывает, морская вода, однозначно увлажнили. Для меня это находка и выход, потому что мы много ездим на машине, так что товарищи, дамы, и мужчины тоже, им тоже нужно увлажнять. Кто путешествует на машине, пожалуйста, этот продукт прямо вот ваш. И плюс еще один, его можно наносить как под макияж, так можно наносить и на макияж. То есть, у меня прямо вот эта вот зона, вот сейчас прямо, знаете, как я чувствую такое увлажнение, увлажнение влага, так приятно и легко. Вот, поэтому это очень, с моей точки зрения, тоже один из самых топовых таких продуктов, дополнительных тем, которые, которыми вы пользуетесь уже и любите в компании артистри бренда внутри, в компании Эмвей бренда артистри. Вот с сывороткой, с концентратом для кожи лица я еще поразбираюсь. Вот, он хорошо увлажняет, сияние кожа дает. Вот, я его пока еще не встроила. свой допуход, но очень мягкая, очень деликатная и дает очень хорошее увлажнение, то есть, у кого и концентрированный концентрат, у кого сухая кожа, пожалуйста, это был наш продукт. Вот, чуть-чуть не забыл, еще один продукт, который пришел тоже у нас на смену салфеток, да, очищающих салфеток. Теперь в артистри студии есть еще вот такие совершенно замечательные салфетки, которые хорошо справляются с загрязнением, удаляют загрязнение, очищают наше лицо, удаляют макияж, даже стойкий макияж, вот, и удобные просто вот в применении, то есть в дороге, дороги, это, конечно, вот такой незаменимый вариант, поэтому, пожалуйста, тоже пользуйтесь, заказывайте и полюбите эти продукты, они действительно достойны и вашей любви, и достойны применения, и результат у вас дают, вы получите его совершенно точно. Ну, и еще раз хочу напомнить, что 18-го числа стартует вот этот марафон артистри, вьюги трансформация с артистри, я хочу сказать, что есть определенные условия, чтобы попасть на этот марафон, там просто, собственно, маски, две масочки, которые, которые вы будете, с которыми вы будете решать те вопросы, которые волнуют именно вас, можете не волноваться те, кто хочет принять участие в этом марафоне, но вы сейчас пока либо не успели заявиться там, да, пожалуйста, поговорите с людьми, которые вас пригласили, они вам помогут решить этот вопрос, вы можете встать на этот марафон, ну, практически даже и попозже, то есть не волнуйтесь, это все очень решаемо, все очень гибко, и самое главное, что вы получите результат, который ожидаете, это точно, потому что это уже второй марафон, который вот, я знаю все время, и результат действительно был замечательный, вот, я на сегодня сегодня у меня была такая, может быть, более теоретическая часть, я еще раз повторюсь, без моделей, на других занятиях мы проводим, когда по косметике мы показываем, бывают, эти результаты и на моделях, сегодня мне вам хотелось напомнить о тех линейках, которые уже в нашей повседневной жизни есть, и о тех новинках, которыми, с которыми мы познакомились буквально совсем недавно. У кого есть вопросы, мы здесь в студии, или кто хочет посмотреть, попробовать, попробовать на суде, мы остаемся, а трансляцию я сейчас заканчиваю, я благодарю всех за внимание, за то, что были сегодня с нами, очень хочется, чтобы вам понравились, и...